Всем привет, дорогие друзья и враги. Как вы, наверное, уже заметили, подошла определенная стадия, когда Украина, и в частности Зеленский, уже намекают на то, что готовы признать частично территорию России. Об этом прямо и говорят, и намекают, скажем так, в разных источниках, что они готовы признать территорию. Жовтоблакитным, конечно же, нашим меньшим братьям верить нельзя. Они бы не были жовтоблакитными, если постоянно не обманывали. Но, тем не менее, например, Борис Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил в статье для Daily Mail свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп. По его мнению, именно Трамп может закончить конфликт на выгодных для Киева и Запада условиях. Одним из таких он назвал выход Украины границам 23 февраля 2022 года, что фактически означает отказ от требования возвращения границам 1991 года. То есть, Борис Джонсон официально призывает признать Крым российским, чем он, в принципе, и без этого является, без призывов. Но, тем не менее, как вы понимаете, Донбасс, они хотят оставить украинским, что руководство Российской Федерации, конечно же, не устроит, и они на это не пойдут ни в коем случае. Однако, как вы понимаете, такие заявления не беспочвены. Например, мэр Киева Кличко допустил возможность референдума на Украине по мирным переговорам. Кличко отметил, что следующие несколько месяцев будут очень трудными для Зеленского, а затягивание конфликта с Российской Федерацией на два года стало бы кошмаром. Как мы сможем объяснить людям, что нам надо отдать кусочки нашей территории, стоящей жизни тысячам наших героев? Какой бы шаг Зеленский не сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство. Если бы нам пришлось сражаться еще два года, это был бы кошмар, заявил Кличко. Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму. Я не думаю, что он сможет достичь столь болезненных и важных соглашений самостоятельно без народной легитимации. Так же указал киевский мэр. Но я на 100% уверен, что Кличко такого интервью не давал, потому что здесь слишком, скажем так, сложные речевые аппараты для него. Но, тем не менее, есть группа людей, которые вот такие вот интервью продают, выдают их за, скажем, политических деятелей, и это что-то значит. То есть, как бы Кличко, точнее, за Кличко говорят примерно то же самое, что и Бордж Джонсон. Что Украина вроде как готова попрощаться с Крымом, как мы понимаем. Как будто бы их кто-то до этого спрашивал. В общем, на мирные переговоры они готовы и готовы на подписание каких-то документов по передаче каких-то территорий. При этом Зеленский заявил изданию BBC. Украина может завершить горячую стадию войны к концу года. Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и исследовать формату саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года, сказал Зеленский. Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил, Украина придает большое значение мнению Китая, внимательно изучая консенсус. Из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому регулированию конфликта украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией. Цитируют ведомости за ссылкой на китайские СМИ. То есть все, ну или почти все украинские политики заявили, что готовы к переговорам и готовы признать что-нибудь. Ну, скорее всего, речь идет про Крым. И готовы завершить горячую стадию войны, то есть заморозить конфликт. Речи о конце войны на данный момент не идет, и об этом, в принципе, речи идти не может. Я об этом чуть позже объясню, почему не может идти об этом речи. Но мы, скажем так, задаемся вопросом, а чем же мы так заслужили такого снисхождения от господина Зеленского, что он заговорил о каком-то заморозке конфликта, о мирных переговорах. Что же такого кураторы западные его здесь узрели? Ведь я напомню, ранее сам Зеленский подписал запрет на какие-то мирные переговоры. Ему теперь как бы этот запрет придется нарушить. И тут вот мы видим как раз такие-таки поползновения к нарушению собственных запретов. В честь чего? Ну и вы, конечно же, скажете, что, конечно же, это связано с тем, что причиной является Трамп, который наверняка может победить и победит на президентских выборах в США, так как Байден вышел из гонги и в честь этого события, даже в честь признания силы Трампа, Зеленский созванивался с Трампом, хотя до этого с ним не созванивался фактически три года. Зеленский в своем сообщении в разговоре с Трампом назвал его президентом США. Зеленский сообщил, что договорился с президентом Трампом на личной встрече обсудить способы решения конфликта России и Украины. Это был их первый разговор с января 2021 года. Но Трамп это лишь часть причины. Основная причина это тот факт, что Украина, мягко говоря, превращается в труху. То есть скатывается в каменный век, но у них жесткие проблемы с электроэнергией. Если вы сейчас сидите в социальных сетях, типа ТикТок, вы, наверное, замечаете, что каждое третье видео из Украины. Там люди рассказывают о том, что у них проблемы с электроэнергией, продукты пропадают, лифты не работают, кондиционеры не работают, жара к тому же жесткая. И это все, скажем так, на фоне полного дефицита и непонимания, что будет дальше с электроэнергией. Самые популярные новости на Украине сейчас это графики отключения электроэнергии. Там обычно перечисляются области, где и в каких областях, сколько часов будет электроэнергия, в какое время. И вот все сидят как бы в ожидании. Но, во-первых, сейчас лето. То есть самый менее нагруженный период года по потреблению электроэнергии. Потому что зимой будет значительно все более жесткая. Во-вторых, из этого дефицита, несмотря на верные уже существующие отключения, Украина, тем не менее, пытается выйти путем увеличения закупки электроэнергии за рубежом. Украина в первом полугодии закупила электроэнергии за рубежом на рекордные 188,4 миллиона долларов. Этот показатель в 2,3 раза больше показателя 2023 года. В качестве основных поставщиков выступили Словакия, Румыния и Венгрия. Но дело в том, что украинская электроэнергия держится на трех европейских водах. Во Львове, в Ивано-Франковске, по-моему, со стороны Молдовы там. И, конечно же, если мы отсюда это видим, то в России, конечно, есть более четкий план этих водов. И я так понимаю, пока с Украины торгуются они, то есть российская сторона. Но если до конца августа украинские власти не зайдут до каких-то там действий, эти три вода российская сторона просто уничтожит. И зима на Украине будет крайне веселой. Причем в этом году в совокупности с общей усталостью населения, с прозроченной президент, лютую ТЦК. Ну и в целом народ просто устал. И, скорее всего, это может закончиться не агрессией в сторону России, а таким худым миром, скажем так, и протестами против властей украинских. Хотя бы потому, что, ну, во-первых, есть политические еще оппоненты, которые на этом конфликте набирают силу. Во-вторых, дома не теплее будет, чем на том же самом Майдане, у каких-нибудь бочек или горячих покрышек можно хотя бы будет погреться. Поэтому сейчас вот они решили резко договориться. То есть Зеленский решил снизойти, пока еще тепло. Но речь идет только о заморозке конфликта. Потому что Зеленский заложник военного положения. И если он подпишет мирный договор, его в тот же день просто вынесут из кабинета и, возможно, вперед ногами. Поэтому речь идет только о заморозке конфликта. Ну и даже, в принципе, его оппоненты, они тоже не особо хотят замораживать, ну, точнее, останавливать войну. Потому что очень много долгов у страны. И из них, соответственно, сразу попросят эти долги вернуть. А пока у них идет война и какие-то боевые действия будут происходить, то, соответственно, долги вроде как возвращать не особо и надо. Тем более тоже у Трампа непонятно, что в голове, что у него там на уме и как он собирается заканчивать эту войну. Собирается ли он заканчивать ее, в принципе, тоже непонятно. Но, как вы понимаете, российскую сторону вполне себе устраивает, допустим, заморозка конфликта с учетом, что Киев признает Крым. Ну, остальное как бы останется российским пока что без признания со стороны Киева. К тому же очевидно, что Харьков тоже уже вот-вот начнет менять флаг. И причем, кстати говоря, это произойдет, скорее всего, абсолютно добровольно. Поэтому до ноября мы можем увидеть подписание уже каких-то договоров, где Крым официально будет признан российским. Официально и добровольно. Всем удачи, друзья. И берегите себя. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, так как вы меня наверняка потеряли. А я был в телеграм-канале, плюс я был в отпуске. Также ставьте лайки, репосты, пишите комментарии не меньше 11 слов, потому что меньше видео не продвигают. Ставьте колокольчик, потому что без колокольчика уведомления о новых видео просто не приходят. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok